Давай с психологом общаемся, потому что, честно говоря, мне уже нужна помощь, кажется, когда я смотрю такие видео. Наталья Белых. Наталья, прошу прощения, если неправильно ударение поставил вашей фамилией, скорректируйте сразу, потому что я знаю, что это очень может раздражать, если неправильно называют фамилию. Благодарю вас за внимательность. Моя фамилия Белих. Белих, всё, прекрасно. Будем рады знакомству. Это вы с дочерью, я правильно понимаю в кадре? Нет, это мой друг Полина Раевич, девушка, которая тоже находится во Франции, и проходит у меня уроки арт-терапии для детей. О, класс. Вот давайте тогда об этом и поговорим. Насколько я знаю, что вы как раз помогаете украинским беженцам, которые уехали от войны и со своими детьми, или сами, в том числе во Францию. И вот объясните, пожалуйста, вот как прошли эти семь месяцев для этих людей, кто сейчас отправился, возможно, уже в школу во Франции, как начался сентябрь. Потому что, ну, хочется понимать, насколько наши люди чувствуют себя спокойно и, в первую очередь, морально, находясь за границей. Понятно, что все хотят домой, но, тем не менее, вот сейчас война и сейчас складывается так. Спасибо за то, что помогаете. Расскажите, как наши там? Благодарю за вопрос. Да, действительно, последние полгода прошли в Франции для детей-беженцев и временно перемещенных остов. Довольно тяжело, потому что детям приходится усваивать новый язык, новое пространство. Также уже с весны была возможность пойти в школу. И вот сейчас школьные занятия были возобновлены в сентябре. Некоторые пошли только первый раз, некоторые уже во второй раз. И в чем же состоит сложность? Ну, помимо языкового барьера, помимо стрессов, что появилась сфера общения, друзья, окружения учителя, есть еще такой фактор, что детей-беженцы не перемещают в течение этих полугода по Франции, потому что имеет место быть такой фактор, как переселение. Допустим, семья получила социальное жилье, либо семья сменила студию, в которой она проживала, и ребенку приходится менять школу. И школа в школе рознь. Где-то к детям относятся отлично, где-то очень ласково, приветливо, а иногда наоборот, потому что далеко не все поддерживают позицию Украины во Франции. И это иногда прослеживается, видно, чувствуется. И, конечно, дети это на себе ощущают. И еще один такой момент, который довольно сложный и напряженный для психики ребенка, это то, что приходится сдавать экзамены. К примеру, если ребенок возраста 16-17 лет, приходится сдавать экзамены на французском языке, то есть нет адаптированного варианта для украинцев. А ребенок не знает языка. То есть, если даже он в Украине был круглым отличником, во Франции он может получить максимум справку о том, что он прослушал вкольный курс. Языковая проблема, конечно же, это очень серьезный момент. А учат ли дети? Легко ли получается адаптироваться в языковом плане? Потому что французский достаточно тяжелый язык. Да, это правда. Скажите, пожалуйста, вот девочка, которая рядом с вами, привет. Привет. Не стесняйся. Не стесняйся. Если вдруг ты стеснялась, а если не стеснялась, то и продолжай не стесняться. Как тебя зовут? Меня зовут Полина. Полина. Очень приятно. Меня Саша зовут. Я Катя. Вот Катя рядом со мной сидит. Полина, скажи в двух словах, как тебе вообще во Франции? И откуда ты? Откуда ты приехала? Я с Инвеста. Откуда не услышала? Не услышала, извини. С Кривого Рога. С Кривого Рога. С района Инвеста. Я сейчас хожу в школу. Мне нравятся в Франции. Здесь очень приветливые люди. Правда, некоторые учителя в школе не очень хорошо относятся ко мне. Ну и к украинцам. А почему? А что у них отношения? А в чем это проявляется? Расскажи, пожалуйста. В том году я была. Все учителя были очень сильно приветливы. Они помогали в французском языке. Они распечатывали бумажки, получается. Но у них было написано как на английском, так и на французском. Таким образом мы учили французский язык. Общались мы со всеми на английском. Классы были подписаны. То есть это на украинском класс английского языка, либо класс математики. В этом году, когда я пошла второй раз уже в школу, есть некоторые учителя, которые продолжили так же самое ко мне хорошо относиться. А есть некоторые учителя, которые нехорошо ставятся. Они говорят, что зачем я хожу в школу, не зная языка. Я учусь в французской школе, но параллельно я еще учу украинские уроки. Но я не выхожу в онлайн. Мне просто были задания. Скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя какие-то друзья там появились за это время, в которое ты находишься? Да. Я так понимаю, что ты уехала с самого начала войны, правильно? Да. Вот за 7 месяцев друзей нашла себе? Расскажи в двух словах. Да, здесь у меня нашла девочку. Она говорит по-русски, она чеченка. И мы, получается, с ней очень хорошо подружили. За эти 7 месяцев, если честно, мы даже считали любые сестры. Вот. А вот в начале нашего разговора, вашего включения в наш эфир, прозвучало слово артерапия. А расскажите, пожалуйста, больше об этом. Что это за практика? Кто приходит и чем вы занимаетесь? Ну, ты уже к Наталье, да, я так понимаю? Ну, наверное, конечно же, к Кобиль, потому что, я так понимаю, что это совместная работа. Да. Такие занятия, на которых детки рисуют. И через рисунок мы работаем с их психикой. То есть рисунок позволяет мне увидеть, в чём состоит проблема ребёнка на данном этапе жизни, и как мы можем это исправить. И уже работая над рисунком, происходит корректировка непосредственно эмоционального состояния ребёнка, улучшение его и выведение на новый уровень. И так, занятия за занятием, детки имеют возможность стабилизироваться плюс-минус в своём состоянии нынешней. Потому что, конечно, я буду с вами честна, полностью стабилизироваться с учётом новостей с Украины, с учётом того, что ребёнок живёт не в своей стране, и вынуждена тестироваться к условиям нынешней страны, она, конечно, всё равно остается с учётом новостей. А вот во французских школах есть какая-то поддержка для украинских детей? Вот мы только что услышали, что не все учителя хорошо относятся. Может быть, есть психолог, который готов помочь украинским детям и наладить контакт, может быть, пояснить взрослым местным о том, что есть определённая ситуация, нужно быть корректнее, деликатнее. Как в школах обстоит? Дела с психологией и помощью. Это, наверное, уже вопрос к Полине. Она, наверное, больше об этом знает. Что касается меня... Давай, расскажи. В французской школе у нас нет психологов, у нас только учителя, у нас даже нет классного оплаты, так сказать, мы проводим все перемены на улице. И, получается, у нас классный руководитель нам нужен только на начале класса, чтобы нам он раздавал документы и какие-то там документы. Так, в принципе, классный руководитель нам больше не нужен. Наталья, скажите, пожалуйста, вот нам очень хочется понимать, что украинские дети, которые временно оказались в этой ситуации, смогут вернуться домой и чувствовать себя точно так же адаптированными, социализированными по возвращению, когда уже будет мирное время, и они смогут себя чувствовать в безопасности в Украине. Объясните, как с этим обстоят дела? Нет ли опасности, что вот действительно, если они во Франции адаптируются, то Украина их потеряла? Очень за это переживаем. Расскажите. Понимаю ваши переживания. Такой очень многогранный вопрос. Очень многое зависит от родителей. Мы должны понимать, что Франция дает, помимо каких-то таких сложностей психологических от детям, она еще дает и возможности. И мы также должны понять и принять, что многие дети решат остаться во Франции и выбрать для себя будущее во Франции. Конечно, большая часть вернется, потому что из того, что я вижу, слышу разговаривают с детками, большинство из них хочет вернуться. Но также есть тот процент, который уже на сегодняшний день решил изучать французский и оставаться во Франции жить, и строить свою жизнь здесь. Относительно опасений. Ну знаете, мое мнение, все равно те, кто должен вернуться, они вернутся. Те, кто ощущают себя украинцами, они и останутся украинцами, они только улучшат знание своего языка французского, да, и перевезут его на Украину, перевезут его в Украину и будут там работать также с французским языком, если это понадобится в их карьере. Так что мы просто смотрим, наблюдаем и только можем пожелать, чтобы большинство из наших родителей вернулись в Украину. Да, держим кулаки за наши вооруженные силы, они приближают этот момент в первую очередь. Поэтому и вам, конечно, огромное спасибо за то, что помогаете нашим людям, несмотря на то, что далеко от Родины находитесь. Наталья Белих, психолог, и, конечно же, Полина. Спасибо большое. Боже, привет.